Вечерний эфир на телерадио-канале Страна ФМ в самом разгаре. Здесь, как всегда, мы, Майк Мой. Ваш новая. И сегодня у нас потрясающий гость, прошу любить и жаловать, Леонид Марголин. Да, друзья, телерадио-ведущий, шоумен, ведущий просто самых топовых, самых крутых мероприятий в столице, да и вообще во всем мире, да, потому что ведешь на английском языке в том числе. Да, да, много стран объездил. Не меньше 16 стран я объездил на мероприятия, да. Слушай, а давай на этом подробнее остановимся, это же очень интересно. Там про киносценариста и кинорежиссера мы еще поговорим, а вот то, что ты исколесил столько стран, это реально интересно. Много-много где был, ну, из таких запоминающихся был в Сингапуре, было там большое мероприятие, большое мероприятие было на Бали. Ну, то есть это момент, который позволяет тебе не только работать, но и двигаться, перемещаться, видеть новые страны и, конечно, новые люди. А удается ли посмотреть? Понятно, ты едешь на работу, ты весь вот в этом мероприятии, которое должно там произойти. То есть видел ли ты тот же самый Сингапур, тот же самый Бали? Вот последняя такая интересная точка, место, где я был, это Улан-Батор. Я был в Улан-Баторе, я вел там тоже большое мероприятие. И, конечно, это интересно, потому что, я не знаю, по звездам у меня много путешествий, они интересные. То есть я должен был просто сесть в самолет и прилететь в Улан-Батор, там, сколько, 6 часов, или 6,5. Вот, но в Улан-Баторе был страшный туман, и в итоге меня самолетом переправляли в Улан-Удэ. В Улан-Удэ меня встречала машина, которая везла до границы с Монголией. Соответственно, я проехал всю Бурятию, ну, часть Бурятия я проехал на машине, там, порядка 3 часов. Потом пересекал границу Монголии, как обычно пересекают с таксистами, ты садишься к таксисту. Местный колорит. Да, да, да. И потом еще 4 часа по территории Монголии я ехал в степи, ну, а потом уже приехал в Улан-Батор. И, конечно, эта часть путешествия, она потрясающая, интересная, когда тебе перегораживают дорогу стада овец, там, или когда ты видишь, как орел в степи ловит, там. Это самое стадо овец. Да, кого-то из... В общем, мне кажется, что жизнь должна быть полна. И если ты хочешь, ты успеваешь. Ну, смотри, именно вот эти все путешествия, ну, и не только они, конечно же, формируют твой бэкграунд, который тебе может пригодиться в разных случаях жизни. Я вот посмотрела сейчас, давай, эту тему мастер-классов, ты очень часто даешь мастер-классы для ведущих и так далее. Тоже затронем, и у тебя написано, что это как раз-таки определенный пункт, тогда что нужно почитать, посмотреть доступные образовательные программы. А можешь нашим зрителям и слушателям тоже что-нибудь посоветовать, ну, в профессиональное... Я здесь пять копеек свои вставлю, это очень важно. А я просто раскрою нашим зрителям и слушателям все карты. Мы и пригласили Леонида сегодня к нам. Почему? Потому что даже в складчину нам с Марией не хватало на вступительный взнос на мастер-класс. И мы подумали, а зачем нам идти на мастер-класс? Хоть и кратко. Нам все здесь и расскажут. Я ведущий, мастер-ведущая. Погнали. Я просто считаю, у меня есть такое отношение, что, конечно, у человека должен быть хороший бэкграунд. То есть, в принципе, у тебя за спиной должно быть много событий и желательно энное количество знаний. Как минимум ты должен успевать что-то прочитать в своей жизни. Потому что... Просто для того, чтобы на определенном уровне поддерживать беседу. На любую тему. Ну, можно на любую, но хотя бы выбирать, в какой теме ты можешь хоть что-то сказать и как-то быть полезен и интересен. Поэтому я не могу дать такой широкий совет для слушателей, для зрителей, что нужно делать. Ну, вот ребятам-ведущим есть, может быть, какая-то книжка, не знаю, «Основы видения», которую надо обязательно прочитать? Я говорю, что обязательно, конечно, надо много читать. Основной момент, который нужно, на мой взгляд, знать ведущему, это историю, историю своей страны. В этом очень много психологических аспектов, в этом очень много вообще понимания поведенческих вещей людей, которые очень сильно живущих в России, которые очень сильно отличаются от людей, живущих не в России. Степенью свободы внутренней, степенью раскованности, желанием отдыха, как мы отдыхаем. Потому что по моей классификации есть три основные модели отдыха. Это отдых по правилам, отдых ради удовольствия и отдых до победного. Это три основные модели отдыха. У Мишки только третий, да, Брян? Абсолютно, тотал. Это вот моя классификация такая. И, соответственно, например, на Западе люди чаще всего отдыхают или ради удовольствия. Ну, 80% людей выбирают отдых ради удовольствия. Это живущие на Западе люди, европейцы, американцы. Наша психология предполагает или отдых по правилам, или отдых до победы. А по правилам можно уточнить? Это что значит? Типа семья, ребенок, муж? По правилам это когда ты боишься непредсказуемости того, что будет происходить. А, то есть у нас там сегодня, да, экскурсия, завтра выезд, аквариум и так далее. В пять мы поехали в ресторан до половины шестого, поели. Шесть дельфинарий. Нет места для импровизации, короче, вообще никакой. Абсолютно, абсолютно. То есть ты должен знать и понимать, что с тобой будет происходить во время всего отдыха. То есть наши люди делятся на две категории. Уезжая отдыхать куда-нибудь, даже просто отдыхать в Таиланд. А сейчас лето как раз, друзья. Вот, это особенно внимательно. Люди делятся на две категории. Или отдыхать по правилам, то есть человеку, у которого весь отдых распланирован, он четко знает, что он будет делать каждый день. Так. Или, второе, отдыхать до победного. Это когда перезагорать на солнце, переесть на ол-инклюзиве, перекупаться в море. То есть некая грань верхней планки. Леонид, то есть две недели отпуска, месяц больничного. Вот это стандартное. Скорее всего, да. Да, к сожалению, это так, потому что, если вы заметили, европейцы, они все-таки выбирают отдых ради, праздник ради отдыха, отдых ради отдыха. То есть они спокойно варьируют свои графики, они проще относятся к шведскому столу и так далее. А вот интересно, есть ли вот эти три правила отдыха соединить с твоими стилями ведения? У тебя есть, может быть, классический, да, конференция? Или есть полная импровизация? Я называю это не стиль, это не стиль, есть типы ведущих. А, типы ведущих. Есть шесть типов ведущих, да, и им соответствует каждому из этих типов, соответствует определенный, вот как ты говоришь, стиль. Каждый из них вселен в своем стиле. Есть люди-классики, да, и вот им соответствует классический стиль, им это ближе, и им ближе клиент, который отдыхает по правилам. А разве ведущий не должен быть универсальным человеком? Сегодня я такой, завтра, пожалуйста, друзья, послезавтра. Он может быть универсальным, и чаще всего, ну, не у каждого есть бэкграунд для того, чтобы быть универсальным. Ты универсальный? В чем, ну, в некоторых типах, да, в некоторых. Ну, я бы сказал, я могу схватить три типа, ну, а другие три я не очень завязан. Знаешь, аналоги, вот я сегодня сижу в майке сборной России, у нас сегодня матч будет, это как позиции, нападающий, защитник, полузащитник, ну, где-то ты силен, где-то нет. Да, 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 абсолютно, Миша выводит правильные сравнения. А где-то ты вратарь, правильно? А где-то я вратарь, друзья, сейчас мы уходим на музыку, будем смотреть скоро футбол, оставайтесь с нами. Друзья, пятничный, господи, какой вечерний эфир, я уже о пятнице думаю, вторник, молодцы, я знал, что вам понравится эта шутка. Вторничный наш эфир продолжается, у нас Марголин, у нас новая, у нас Майк Войст. Мы сейчас немножечко поговорим, и у нас будет настоящий батл, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Битва титанов. Я за линейство. Да, ты начал с юмора наш веселый эфир, Мишка молодец. Да, друзья, у нас сегодня Леонид Марголин, и вот хочется, на самом деле, сейчас заострить внимание на, собственно, теме ведения мероприятий, потому что нам это тоже с Мишкой близко очень. Расскажи, конкурсы для праздников, ты вообще как, готовишься, сам придумываешь или берешь откуда-то? Они какие-то берут, какие-то уже готовы, какие-то придумываются. Это называется ворую. Ну, ворую, да. Заимствуя. Ворую что-то где-то есть. А какой самый тупой, вот самый смешной конкурс был в твоей практике? Ох, их души. Только никогда вот этот вот, знаешь, карандашик куда-то там. Мы всегда в шутку говорим... Чуть ручку, ручку ищу, пока поговорите. Мы всегда в шутку называем это «Побрей кокос и перекати яйцо в Новосибирск». Вот, да, да, да. Я, кстати, была на одной свадьбе, где надо было перекатывать яйцо через штаны, и это было жестко. Миша, у тебя такие глаза. Впервые слышу об этом конкурсе. Я тебе объясню, понимаешь? Или ты проводил уже? Послушай, Леонид, он в топ-15. Мы с тобой где-то в топ-150. Там 147-е, 148-е место. По России, да? Ну, даже я, да, даже я уже ничего не перекатываю, понимаешь? Я просто знаю прекрасную разницу между конкурсом и интерактивом, и все, что сейчас происходит, это, конечно, больше интерактивы. Потому что конкурс — это четкие правила, это четкие условия, и шаг влево, шаг вправо, в общем-то, он не предполагается. Ну, интерактив — это просто некое такое общение со зрителем, правильно? Интерактив — это больше акцент, конечно, на настроенческом отношении человека к тому, что происходит. То есть, условно говоря, если говорить о тех же конкурсах, которые играли наши дедушки и бабушки с... Ну да, под баян. Под баян, да, там, с... С переодеваниями, с прыганием в мешке. Да, да, да. Вот эти гигантские трусы, в которые все женщины помещались, помните? Ну, этого... Не было у вас такого? Я к этому отношусь так, что этого не надо бояться. Это как, знаете, этого не надо бояться, что это было в прошлом, у всего есть свои этапы. Это как некоторые девушки стесняются своих фотографий... Прошлых. Да, прошлых. Вот, это я из этих, да. Не надо ни в коем случае... Ну, а чего такое? Человек должен меняться. Все меняется. Это принцип жизни здесь. И все меняет. Когда-то... Ну да. Когда-то кому-то приносило веселье бегать в мешках. А почему нет? Ну, не было ничего другого. Не было вот этих всех экранов, не было этих всех... Вот, Леонид, да. Гаджетов, да, современных. Ты согласен, что есть какой-то тренд вот на всю эту вот техническую, простите меня, мишуру? То есть все равно должно быть вот это ядро от того, что... Ну, то есть смысл должен быть интерактива в том, чтобы объединять людей, веселиться. Очень большой упор сейчас у наших с тобой конкурентов, как я подмазался, да? Вот к этим всем экранам, вот ко всем вот этим вещам, когда форма... Техническая, да, составляющая? Да, форма начинает преобладать над сутью. Да, есть такой крен, но он неизбежен, потому что все-таки форма, она очень сейчас, очень суперсовременная. Потому что сейчас, ну, есть интерактивы, когда я играю с телефона прям с людьми, и это все выводится на экран, и там было одно замечательное день рождения одного человека, молодого человека. И у него в гостях был друг, у которого уже 10 лет девушка, но ее никто не видел. У него уже 10 лет девушка, но ее никто не видел. Он скрывал ее в подземелье. Абсолютно, он ее скрывает от всех. Вот, и он сказал... Даже от жены, я понимаю. От всех, ну, от жены, и от своей, и от... Непонятно. Да, от всех просто. Вот, и он меня попросил заказчик, говорит, ну, его нужно как-то стебануть, нужно сделать так, чтобы он понял, что... И я сказал, давай отлично сделаем простой интерактив. Я скачаю приложение в телефоне, которое делает фоторобот, а есть такие приложения, которые у нас. И выведем его на экран, и я просто скажу простой заход, что вот уже 10 лет, там, Петр, у вас есть девушка, но никто из присутствующих ее ни разу не видел. И сейчас мы составим фоторобот, как мы ее себе представляем. Не как вы ее себе, а как мы ее себе представляем. И потом, когда вы познакомите, мы сравним это. Вот, и я прям на экране начал выводить, то есть, овал лица, глаза, и прям гости мне говорили, нет, ну, у нее не может быть такой нос, Петя не любит такой нос, Петя любит большой. И мы сделали какое-то, составили какое-то лицо. Конечно, это все фан, потому что ты крутишь этот нос ниже, выше, глаза ближе, дальше. Два носа на месте ушей. Конечно, это очень смешно, круто, современно, и самое главное, это в точку. Это про друга и про заказчика. И потом ты проходил мимо соседнего отдела милиции и думаешь, о, так это же я на свадьбе делал. Да, да, и в этом есть что-то классное, потому что для людей это, а, понятная форма, б, это про них. Ну все, теперь летний сезон, у ведущих закрыт, есть один конкурс, который можно пользоваться. Все уже поставили галочку, я себе взял, Маша точно тоже запомнила. У нас сегодня все будет по старинке, как в 74-м году, без экрана, только со мной, вот с картами. И проигравшую расстреляют. И проигравшую, да, расстреляют, как в 37-м году. Нет, я думаю, мы на раздевание играем. Маша, я бы с удовольствием. Леонид, постарайся, дорогой, постарайся. Я не так красиво. Леонид, я не претендую, постарайся выиграть. А я проиграю. У нас сегодня, друзья, у нас в руках сегодня у Новой, у Марголина, у них карты. Карты не игральные, денег у них нет. Я это знаю, потому что с Машей я работаю, а Леонида я знаю не понаслышке. Ну что ж, правила очень простые. У тебя, Маша, в картах вот в этих вот написаны слова «мужские». А у Леонида все то же самое, только женские. У нас будут раунды по 30 секунд. За 30 секунд вы должны, не используя однокоренных слов, объяснить, что же это за явление, за слово, за существительное, что угодно, что там написано. Да, хорошо. Понятно, да? Ну что ж, друзья, а побеждает тот, кто больше объяснит, или тот, кто больше поймет? Друзья, мы потом решим, потому что должен победить ты, ты наш гость, а Маша раздеться. Ну что ж. Я готова внимать. Итак, под лозунгом «Каких только не бывает конкурсов у Леонида Марголина на корпоративах» в Сингапуре мы начинаем первый раунд. Я хотел бы гонг. Первый начинает объяснять Леонид. Да. Итак, погнали. Поехали. Их в кофе добавляют такие. Сливки? Да, правильно. А вот ты еще можешь... Отбивная? Нет, нет, ты их можешь делать... Молоток? Нет, нет. С ними вот первое слово ты сказала. Сливки? Вот. Они... Взбитые? Да, вот. Взбитые сливки. Ты покупаешь... Клубнику? Нет. Взбитые сливки? Ты покупаешь первое слово. Сливки? Ты покупаешь их... Вы бы видели, что сейчас показывает Леонид. Да, взбивание. Есть у него телевизора. Ну почти. Много нового. Ну что это за слово? Да, молодец, ты сказала все правильно. Сливки для взбивания. А, сливки для взбивания. Такой драгоценный... Стоп! Друзья, спасибо. Сливки для взбивания? Сливки для взбивания. Это практически уже путь к раздеванию. Сливки для взбивания. Серьезно? Это точно. Так, один балл, один балл, один балл у нас уходит. Ну что ж, Маша, ты готова к ревенжу, так сказать? Да, хорошо, давай, поехали. Тогда гонг, секундомер, пожалуйста. Вот ты когда наряжаешься на мероприятие, у тебя есть костюм, и ты для стиля образа вставляешь определенного цвета. Бутоньерка, а, платок. В каком этом месте это называется? Карман. И какой он? Где он находится? Фальшивый карман. Нет, где он находится? На пиджаке. Волосатая. На груди. На грудный карман. На грудный карман. Правильно, теперь соедини вот это в нем. Платок в на грудном кармане. Молодец. Так, поехали дальше. Перед фильмом, когда он еще не вышел, показывается ролик. Ролик. Ролик, как это называется? Тизер, трейлер. Молодец. Мы это засчитаем, мы это засчитаем. Нормально, нормально. Все-таки Маша говорит, я не буду раздеваться прям сквозь зубы. Круто, круто. Так, счет у нас 2-1. Да. Да, да, да. А кто лидирует? Следующий, да? А, не важно, Леонид победит в этом слове. Хорошо, ладно, окей. Поехали. Ну, погнали. Следующее слово. Итак, девушки любят этот бренд, женский бренд сумок. Луи Виттон. Правильно, молодец. Двигаемся дальше. Это прекрасное произведение, черно-белое, Скарлетт еще называют. Охара. А, Унесенный ветер. Правильно, молодец. Ты на даче себе строишь такое место, где люди пьют чай. Как это называется? Веранда. Нет, еще как это. Чаевница. По-советски оно как называется. В нем разговаривают. Беседка. Правильно, молодец. По-советски. Ты строишь себе. Юлий Цезарь ходил в таких... Эти, да, сандалии эти. Макосины, как они? Нет, ты правильно сказала первое. А, сандалии, да? А они... Что я тебе скажу? Нет, давайте, давай, давай. Мне даже интересно, как Юлий Цезарь связан с макосинами. Ну-ка расскажи. Ты сказал это слово. Сандалии. А вот... Босоножки. Нет, все, успокойтесь, все, остановитесь. И вот эти ребята, которые бились, чтобы убить друг друга, как их звали во времена, в римские времена, вот эти вот... Миша, помоги! Подожди, я не буду тебе помогать. Они бились, чтобы убить друг друга. Ривляне. Нет, Максимус, Великий... Полководец. Нет. Друзья, Максимус, Великий Леонид Марголин. Пока вы будете смотреть клип, мы будем разбираться, кто же победил, и как Маша будет раздеваться. Оставайтесь с нами. Но это сложно, это сложно. Сандалии-гладиаторы. Сандалии-гладиаторы. Класс. Вечерний фир продолжается. Друзья, давайте не будем зря тратить времени на все эти представления и так далее. Сегодня вместе с нами Леонид Марголин, Маша Новая, Майк Востки. Да, Маша Новая, Маша Новая сидит одетая, поэтому вы понимаете, кто же победил в предыдущем конкурсе. Да, мы классно наигрались. Вот хотелось бы еще немножечко, да, но перейдем сейчас немножко в другое русло. Хотела затронуть тему кинофильмов, сценарного мастерства и так далее, потому что ты человек многогранный, в этой сфере ты тоже работаешь. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще понял, что ты можешь что-то сочинить, написать, что поэтому можно снять кино? Все было очень просто. Студенческие годы нужно было зарабатывать деньги. И тогда, когда я учился на первом курсе, предлагали писать сериалы. Мы тогда согласились. Политологам, прости? Не-не, просто вообще на самом деле широкому спектру людей. А всем? А не написать бы вам сериалы? Да, это не было там в 2001 году, это не было так сильно развито, как сейчас. Такого количества сценаристов не было. И, в общем-то, у этого был гигантский разброс. И нам предложили, мы начали писать, зарабатывать какие-то нормальные деньги на этом. Многие из моих коллег, с которыми мы тогда писали, сейчас занимают очень высокую должность на телеке и так далее. И так постепенно, сначала сериалы, а потом в какой-то момент пришла идея фильма, я рассказал ее продюсеру, он пришел к инвесторам, они дали деньги, мы сняли первый фильм. Это какой был? Ой, это было давным-давно, это была первая комедия «Лопухи». Ну смотри, вся твоя жизнь, в принципе, так или иначе связана с юмором, а если говорить о фильмах, то это однозначно комедии. Ну да, чаще, да. Всегда, да, чаще комедии. Да, чаще комедии. Это просто ближе или... Это романтические комедии. А, романтические. Все-таки стоит ограничить это, потому что мне ближе... Нет, почему у меня есть сценарии написанные, которые, к сожалению, не сняты. Например, у меня есть сценарий фильма про ликвидацию одного известного террориста. Ух ты. Серьезно? Да, есть прям написаны. Есть несколько сценариев написанных, таких серьезных, которые, к сожалению, не сняты, и, возможно, не будут сняты, но мне за них заплатили деньги, и это прям хорошее такое полнометражное кино с элементами драмы, с элементами драмы. На это нет спроса, к сожалению, сейчас. Это не совсем окупается. Понятно. Комедии лучше идут в нашей стране, да? Когда легкий шанс. Это и правильно, это и здорово, потому что людям тяжеловато жить. Надо смеяться и улыбаться, надо как-то отвлекаться. Вот это прям тема нашей программы, друзья. Кому тяжело на рассешить, пожалуйста, слушайте, смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Вечерний фирм. Но скажи, ты учился у кого-то сценарного мастерства все-таки писать? В свое время я посвящал этому очень много свободного времени, повторюсь, и какой-то этап жизни я только этим, ну, фанател от этого занимался, ходил на мастер-классы, там, ландау. А не было вообще идеи обучиться, получить высшее образование в этой сфере? И нужно ли это вообще? Бессмысленное ремесло. Это такое же ремесло, как многое другое, как и, наверное, работа ведущего. А ты сам снимался в фильмах? Ну, снимался в нескольких фильмах я снимал, да я снимался даже не в своих фильмах, а вот несколько эпизодических ролей у меня есть, но я не питаю иллюзий, я на данный момент я достаточно посредственный актер. Поэтому я не стараюсь лезть в кадр и брать на себя больше, чем я могу. А Леонид набивается на комплимент. У нас финальная минутка, друзья, я вынуждена вас прервать, Миша, как всегда, по традиции, Леонид, для вас это в новинку, у нас в конце программы некий блиц. Мы задаем короткие вопросы, как, собственно, один лысый, да, тоже ведущий делает это на одном продале. Для меня самое важное в жизни, Леонид? Любовь. Идти по жизни с юмором это? Работа. А если бы сейчас был 1018 год, а не 2016, что бы вы делали? Пошел бы строить храм веры какой-нибудь. А 3018 наоборот? Я бы вернулся в прошлое, здесь круче, мне кажется. Когда я буду таким же креативным, умным, симпатичным, но уже старым, я скажу своим праправнукам. Чтобы они не были таким занудой, как я в тот момент. Если бы не юмор, то я бы сейчас... Был безработным. Если бы одной шуткой, это моя любимая, можно было спасти жизнь человека, вот, допустим, Маше, что бы это была за шутка? Это была бы хорошенькая шутка, быстро спасающая жизнь. Но хорошенькая. А какая? Друзья, друзья, Леонид Марголин спасает жизни шутками. Друзья, спасибо огромное, кто был сегодня вместе с нами. А у нас в вечернем эфире был шоу-мэн, телерадио-ведущий Леонид Марголин. Вам спасибо. Ура. Пока. Оставайтесь с нами. Пока. Пока. Пока.